Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Иван Буланов, то бишь я, наш покорный слуга. Это моя небольшая лаборатория в деревне, где я сейчас нахожусь и живу. Эта лаборатория сделана в бане, как ни странно это не звучало, на втором этаже. И здесь очень удобное место, потому что оно практически никогда не востребовано. И я решил здесь обустроить небольшую лабораторию, такую, по минимуму всего. Все из дерева, пахнет вениками дубовыми для бани. Очень прикольно здесь печатать, конечно. Аромат веников перебивает запах химии и все дивелируется как бы. Я далеко не профессионал в печати, поэтому строго не судите. Вот. Я только новичок. И надеюсь, вам тоже интересен этот процесс, поэтому я покажу, как я печатаю, как проявляю. И если увидите какие-то грехи, то комментируйте обязательно, мне интересно будет посмотреть. Поэтому погнали, что-нибудь напечатаем простенькое. И посмотрим, что получится. Поехали. Вот так вот устроена лаба. Вот. Как бы вот такой внешний вид имеет. Как бы... Вот это основной стол. Сейчас здесь бардак, как обычно. Вот. Здесь лежит бумага. И пленка, и прочие прибамбасы необходимые. Бумага хранится всегда вот внизу. Вот. Подальше с глаз долой. Вот это самодельная рамка печати. Довольно здоровая. Вот это увеличитель. Крокус. Из Польши, как бы. Такой советский. Он, конечно, не ахти, но работать можно. Ну и второй стол. Нужен для того, чтобы там стояли кюветы. Где химия булькает. Ну и где проявлять бумагу. Над ними красный фонарик. Здесь обычный фонарик. Как бы обычного белого света, чтобы можно было потом посмотреть. Полотенца для рук. Перчатки резиновые. Ну и прочий хлам. Ну и здесь тазик с водой большой стоит. Куда потом отпечатки складываются после фиксажа. Где они хранятся до промывки. Ну, чтобы они тупо не высохли. Вот. Ну и стеллажик небольшой такой. Где хранится всякая всячина. Проявители. Кюветы. Воронки всякие. Вот химия внизу обычно хранится. Лучше иметь при себе несколько видов кювет. У меня такие маленькие есть. 10х15 см. 24х30 см. Средние. И большие 30х40 см. Их можно, в принципе, сделать самому. Либо найти замену какую-нибудь. Без разницы. Можно хоть в полиэтиленовых пакетах проявлять. Это все от вас зависит. Как вам удобно. Химию я использую Илфорд. Это фиксаж. Рапид фиксер. Проявитель. Пикью универсал. И Илфа стоп. Хорошая химия. В принципе, годная. Также существуют порошковые проявители и фиксажи. С ними посложнее немного. Но они дешевле и более доступные. Российская компания Slavich делает такой. В принципе, обычный проявитель тоже. Илфорд, конечно, получше. Но это тоже годный. Его просто сложнее делать. А так, какая разница, в принципе. Я приклеил такую инструкцию. Чтобы не забывать. Но в интернете есть все рецепты. Ничего сложного нет, в принципе, в приготовлении. Все, что вам нужно для приготовления химии. Это дистиллированная вода обязательно. Очищенная вода. Без каких-либо примесей. Потому что лишние примеси ни к чему. Бутылка любая. Полуторалитровая, литровая, двухлитровая. Как вам удобно. И мерный стакан. Чтобы измерять литраж. Также желательно иметь при себе кювету. Такая, как эта. Чтобы там все смешивать. И вы просто... Рецепт фиксажа Илфорд такой, что... На... Четыре части воды... Одна часть концентрата. То есть, вам нужно... Концентрат. То есть, в ту белую бутылочку. Налить сюда... Такую... Одну часть. То есть, для... Двух с половиной литра. Это... Пятьсот миллилитров. Пятьсот миллилитров сюда наливаете. Концентрата. И рываете в кювету. А потом... Четыре раза... Дистиллированной воды. Вот. То есть, грубо говоря, два литра потом. Доливаете. И перемешиваете. Просто-напросто. И все. Как бы... До тех пор, пока он не перемешается. В принципе, концентрата он очень удобен. В плане того, что... Заварил его. И через минуту-две он уже готов к работе. То есть, не надо ничего выстаивать. Удобно. Так и для остальной химии то же самое. Только немножко другие градации. Проявлять я буду сегодня на... Фотобумагу Славич. В принципе, качественный бренд. Сделан в России. Это бумага... Унибром 160. То есть, это гладкий картон глянцевый. В принципе, мой любимый тип бумаги. Смотрится отлично. Картон дает жесткость, а глянец красоту. Если вы такой же начинающий фотолюбитель, как и я, то рекомендую начинать с фотобумаги Славич. Российской компании Славич. Все-таки она недорогая и, в принципе, качественная. Для обучения это самое то. Первым делом нужно взять кирпеты и поставить их на второй столик. И потом залить в них всю химию. Проявитель, стоп-раствор и фиксаж. Это базовый набор химии, как бы. Существуют еще тонеры. Тонеры это отдельная тема. Я пока еще и не освоил тонеры, поэтому не суть. И заливаем... Берем химию и заливаем ее в эти кирпеты. Самое главное, чтобы растворы никак не пересекались, потому что это разные среды. Одна щелочная, другая кислотная. Если вы помните школьную химию, то щелочная среда не дружит с кислотной, и поэтому они друг друга нивелируют и, так сказать, друг друга уничтожают. Поэтому надо за этим обязательно следить. Берем стоп-раствор и сливаем во вторую. Тоже надо следить аккуратно, чтобы брызги никуда не попадали. Особенно вот сюда, в этот киквет, потому что, сами знаете. Ну и третий это фиксаж. Как бы... Без него никуда. Также заливаем. Этот фиксаж у меня не первой свежести, конечно, но все еще годим. Просто надо подольше подержать бумагу. Все, химия у нас готова. Можно ее немножко перемешать, чтобы осадок растворился немножко. Здесь, здесь и в проявителе. Перемешали чуть-чуть. Ну и все, как бы... Дальше осталось выбрать кадр и засунуть его в вылечитель. В принципе, проявлять можно при комнатной температуре. Конечно, рекомендуемая температура это 20 градусов по Цельсию. Это считается идеальной температурой для проявителя и других химий. Но, как показала практика, это далеко не обязательно. Достаточно комнатной температуры. Ну и вот пленка. Сейчас мы кадр выберем. Вот мне вот этот нравится. Прикольненький. Вот его и напечатаем, наверное. Перед печатью я рекомендую снимать вот это матовое стекло. Это делается для центрирования лампы. Так сказать. Дальше, ближе. Влево, вправо, вверх, вниз. Нужно это пятно поставить ровно в середину. Для того, чтобы было равномерно все на фотографии освещено. И также поставить вот этот матовый фильтр, чтобы у нас все очень равномерно стало освещено. Вот так. И теперь можно открутить объектив и изображение будет у нас равномерно по яркости. Ну и вот рамка увеличителя. Как бы сюда вставляется пленка. Негативы лучше всегда брать перчатками такими белыми, как бы. Потому что следы жировые от рук тяжело отмывать. Вот, берем пленку достаем из файлика аккуратненько так. Смотрим. Можно чуть протереть. Вот так вот. Так же можно на просвет посмотреть. На блики. Есть там грязь, нет. Какая. вроде грязи нет. Можно чуть потереть ее так нежно. Сильно не давите, потому что можно негатив испортить. и все. Берем рамку. Открываем. Эмульсионной стороной вниз. Там, где у нас эмульсия находится. И нужно перевернуть, потому что у нас изображение будет инверсированное. Ну, просто кверх ногами его вот так кладем и все. Смотрим, как он ровно или не ровно. Вот так. Обязательно нужно его продуть. Я использую просто клизму обычно. Продуваем. и вставляем в увеличитель эту рамку. С помощью вот такого реле времени, которое вне фокусе, мы включаем просмотровый режим, чтобы настроить рамку и навести фокус. Как бы. Я наложу фокус всегда на диафрагме максимально открытый, потому что так проще попасть потом в глубину резкости будет. Сначала я беру, кадрирую, как мне нравится. я люблю, чтобы были видны рамки, которые после фотоаппарата остались. Вот. И скадрирую потихонечку. Смотрю. Ну, так нормально. Ну, вот мы вроде как с вами скадрировали, как нам нравится изображение. Рамки у нас ровные по краям. Ну, в принципе, нормально. Теперь нам нужно навестись на резкость. То есть изображение в любом случае будет не резким, когда вы будете кадрировать. Поэтому нужно на него навестись. Для этого нужно взять вот такую штуку. Это называется фокускоп. Это самый простой фокускоп. Есть и покруче. Но этого, в принципе, достаточно. Самого простого. Также можно использовать объектив. Просто берёте, смотрите, вот так вот, как увеличится стекло. И тоже рабочий вариант. Но этой штукой намного удобнее. и также нужна бумажка. Кусочек бумажки того типа, на который вы будете печатать. То есть тонкая, картоновая, пластиковая бумага. Всё потому, что толщина у них у всех разная. У картона толщина большая, у тонкой соответственно толщина небольшая. Поэтому это тоже очень важно. мы ставим бумажку в центр и берём фокускоп и ставим на бумагу. Так сказать, приподнимая его немножко. Вы можете видеть, что в экранчике фокускопа есть изображение какое-то. Вот, видите? Это, короче, проецируется через зеркало наверх и в плёнку. Поэтому таким образом фокусируется с помощью фокускопа. И мы берём, смотрим вот этот экранчик, берём ручку фокусировки и аккуратненько смотрим. Нам нужно поймать момент, когда будут видны какие-нибудь отчётливо линии, зерно и таком духе. Но лучше, конечно, по зерну наводиться, потому что так намного точнее получается. То есть, зерно это такая штука, как, допустим, неработающий телевизор, у него такие чёрно-белые штуки мелькают, ну, вы поняли. Что-то типа того. Очень похоже. И нам нужно словить момент, когда зерно будет максимально отчётливо видно. это дело не быстрое, лучше не торопиться никуда. Ну, всё, вроде навёлся. Ну, и вы можете задать вопрос, а почему какое-то всё непонятно и непривычно? Ну, это потому, что плёнка имеет негативный вид и при печати на бумагу бумага уже становится позитивной. То есть, грубо говоря, свет проходит через плёнку и засвечивает те участки, которые должны быть тёмными. И вы видите, что персонаж у нас белый какой-то, светлый очень. Окна у нас тёмные. И асфальт у нас тоже такой белый. Белый означает то, что это будет на снимке тёмно. И здесь, где чёрная область, здесь будет светлая часть. Ну, и женщина, соответственно, будет иметь тёмный вид. Ну, и сейчас давайте закроем диафрагму на объективе, чтобы у нас фотография получилась порезче, потому что на 2.8 это нерабочая диафрагма при печати, потому что на ней нужно наводить только фокус. На 2.8 никогда не печатаете, потому что большинство объективов на открытых диафрагмах не резкие. И поэтому нужно закрываться примерно 5.6, 8 или 11. Но 11 это экстремальная диафрагма, я считаю, Диафрагма 8 это вполне себе самое то для резкости. У нас вроде как почти всё готово к печати. Расчехляем бумагу, достаём за граммы. Вот она хранится в таких чёрных пластиковых пакетах непроницаемых светом. В принципе очень удобно. Ну и я рекомендую фотобумагу брать всё-таки белыми перчатками, потому что всё-таки пальцы рук немного грязные бывают, всё-таки жир на них образуется и это на эмульсию сказано негативно. И также будьте внимательны к дисплеям всяких телефонов, смарт-часов, потому что вам могут позвонить или прийти уведомления и ненароком засветить бумагу, поэтому осторожней будете всегда прячьте телефоны перед тем как достаёте бумагу или печатайте. Мы должны отрезать небольшой кусочек для того, чтобы сделать тестовый небольшой отпечаток, так сказать, определить экспозицию, какую нам нужно будет для фотографии. ну собственно нам понадобится непроницаемая свету какая-нибудь штука, как вот этот пакетик, например. Нам нужно взять этот обрубок, положить сюда, на важную часть съёмки. в первую очередь я всегда персонажа, он где-то примерно здесь. Прикинуть, какая экспозиция будет, но так как диафрагма 8, соответственно, от 30 до 80 секунд, примерно. Конечно, долго, но всё-таки лампа у меня слабовата и увеличитель предназначен не совсем для таких больших отпечаточков, поэтому долговато, конечно. Но в принципе есть свои плюсы, это при маскировании, так называемом, потому что чем дольше маскируешь, тем маска незаметнее границы у неё. Ну, мы будем, короче говоря, по 20 секунд экспонировать. Нам нужно перекрывать, так сказать, по очереди области небольшие. Ну, сейчас вы всё увидите. Это несложно. Всё, потихоньку экспонируем. . то что обрубочек чуть-чуть перемещается это в принципе не критично нам все-таки важно экспозицию определить они то как резко не резко это в принципе мы и до этого сделали на резкость и мы уверены что там резко все и последний кусочек экспонируем область все теперь можно проявить посмотреть кидая в проявитель кусочек проявляем его где-то минуту две можно чуть побольше можно чуть поменьше принципе невелика разница можно так даже смотреть как лучше лучше дольше или короче первый strips лучше проявить все-таки минуту две потому что это стандарт по времени примерно вот уже появились первые признаки две минуты прошли теперь опускаем в стоп раствор держим там где-то примерно секунд 30 40 как получится теперь мы перемещаем это дело в фиксаж минуты на четыре где-то все ждем три минуты и смотрим что получилось три минуты прошли можно включить свет посмотреть что получилось лучше всегда смотреть на сухое потому что так лучше видно сейчас чуть-чуть промоем и посмотрим что получилось немножко споласкиваем водички от фиксажа чтобы он не испортил нам ничего спустим одежду будьте всегда осторожны с фиксажа не со стоп раствором потому что эта гадость она если попадет на одежду то краску разъезд так что в одежде краску разъезд так что осторожно печатайте всегда в ненужной одежде какой-то старый и все в таком духе чтобы не жалко было потерять ну вот мы напечатали наконец таки тестовый стрипс почти что высох это 20 секунд экспозиции это 40 это 60 дальше уже очень темно идет для женщины лучшей экспозиции это где-то 45 50 примерно для стены сзади это у нас 20 40 60 80 где-то наверное 60 чуть поярче надо сделать то что больно темно серж она на фоне выглядела хорошо асфальт надо проверить будет как у нас также сейчас сделаем пару тестовых стрипсов других областей таких как асфальт окна и также убедимся что на женщине у нас где цветы и лицо все различимо при 50 выдержки и проверим еще стену как она у нас смотрится вот я сделал еще несколько тестовых и на стену позади персонажа примерно 80 секунд экспозиция на окно я сделал 100 на окно я сделал 100 позади на персонажа 50 ну мне кажется что 50 маловато надо 57 примерно секунд и окно уже больно пересвечено на заднем плане надо наверное 150 сделать ну а стена в принципе неплохо всегда лучше вести записи потому что так легче ну это примерная схема фотографии получается выглядит не ахти конечно но зато понятно человек у нас будет 55 секунд сниматься окно у нас 150 примерно стена мы уже решили что 80 асфальт мне кажется надо на треть или даже на половину чтобы была потемнее так красивше будет выглядеть это у нас получается 150 примерно рисуем последовательность такую небольшую это лично все все вот это вот мои личные заморочки вы можете учитывать как вы хотите как вам удобно мне лично удобно вот так вот делать чтобы было все просто понятно и чтобы в будущем потом можно было с легкостью напечатать то же самое ну если понадобится вдруг и того мы делаем 55 секунд общего дальше мы делаем так 25 это получается мы маскируем человека вот и получается мы наверное сначала окно засветим а это все замаскируем так проще потому что и потом отдельно мы засветим асфальт сделаем ну и наверное еще не помешает 2 неточка вокруг для красоты и того что получилось примерно 55 секунд мы снимаем всю фотографию как бы ничего не трогаем потом 25 секунд мы маскируем человека то есть перекрываем свет чтобы на него не светило чтобы он оставался таким же светлым потом 70 секунд мы светим только на окно а может даже и больше это как получится потом столько же 70 секунд мы светим на асфальт чтобы он темный был и 80 секунд виньетку делаем чтобы вокруг затемнение чуть-чуть было ну и посмотрим что получится достаем бумагу кладем ее в рамку в моем случае рамка не очень удобная но какая есть как я еще иногда придавливаю объективом здесь что-то вовсе очень пережато все получается значит первая экспозиция у нас 55 секунд должна быть вставляем в гриле 55 секунд поехали дальше нам нужно будет так сказать замаскировать персонажа для этого я сделал такую вот приспособу просто картон на палочке приклеенный изолентой дальше вставляем 25 секунд так и нам нужно будет загораживать женщину таким вот образом при этом нужно всегда ее шевелить эту маску чтобы она имела незаметные границы на фотографии ну и естественно лучше попадать нормально не косячить так сказать вот все дальше у нас по плану 70 секунд окна то есть я иногда беру просто бумажку непроницаемую и с помощью руки тоже можно комбинировать как вам нравится это удобство я вставляю чуть-чуть побольше чем 70 секунд 75 секунд для того чтобы сориентироваться так вот так вот так вот вот получается и маскирую так сказать остальное а засвечиваю только окно это дело конечно муторное но что поделаешь как бы можно конечно просто взять и напечатать ничего не могу маскируя но как по мне это не совсем правильное решение будет потому что что-то будет пересвеченное что-то будет черное и выглядеть будет как-то не очень хорошо поэтому лучше всегда чуть-чуть заморочиться но напечатать красиво так же нам нужно напечатать 70 секунд асфальта но нет как я понял здесь будет у нас такой блик от окна его можно конечно немножко засветить но не более для этого у меня вот есть просто бумажки дырка как бы через которое свет будет проходить в принципе удобно но я не буду 70 секунд я думаю это делать я в раза поменьше засвечиваю просто чуть-чуть эту область если вам видно или не видно короче просто чуть-чуть засвечиваю область внизу и все с помощью просто бумажки с дыркой ну принцип вы поняли мне кажется вот так вот так вот так так и можно сделать виньеточку для этого у меня есть тоже приспособа просто круглая картонка на палке то была овальная а это круглая так ставим 80 секунд можно чуть побольше не беда чем чем длиннее выдержка тем незначительные ошибки экспозиции то есть если у вас экспозиция допустим 4 секунды да или 6 секунд или 2 не дай бог то маскировать у вас уже не получится потому что разница на долях секундах уже заметна будет а если у вас выдержка 80 секунд или 60 то разница в 2 секунды или в 1 секунду это вообще ни с какой роли не сыграет на самом деле сейчас я просто делаю маску такую круглую в центре то есть для того чтобы просто сделать виньеточку небольшую чтобы по краям тоже нормально проэкспонировалась то есть классическая виньетка вы наверно знаете что это такое я вот туда-сюда ее двигаю чтобы она была не видна и таким макаром у нас не будет чуть-чуть виньеточка как бы такая небольшая заметно не будет но лишней она никогда не бывает все-таки она имеет практическое значение потому что в моем случае освещается все-таки это поле не совсем равномерно по краям чуть-чуть слабее поэтому надо их тоже чуть-чуть засветить но это в моем случае частный такой пример у вас не знаю как может быть если вы печатаете но у меня так у меня к сожалению увеличитель не такой прошаренный вот ну все мы напечатали теперь можно пойти и проявить посмотреть что получилось надеваем перчатку чтобы руками в проявитель не лезть так как у меня нет щипца для специального для проявителя то что я потерял приходится так делать выставляем на таймере две минуты берем снимочек и опускаем его стараясь чтобы проявитель попал практически одновременно на эмульсию вот вот мы это сделали теперь нам нужно постоянно перемешивать туда-сюда гонять проявитель чтобы все равномерно проявлялось все перемешивалось у нас это залог успеха так уже что-то появляется как вы видите можно вот так вот трясти то есть либо туда-сюда его гонять проявитель многие делают вот так вот тоже в принципе удобно некоторые за уголок агитируют вот так вот фига он туда-сюда по диагонали перемещается снимок тоже хорошо а можно просто по рабоче-крестьянски вот так вот тоже работает я люблю агитировать по-разному изображения мне как бы и так по-всякому нравится так как у нас здесь немножко прохладненько вы конечно не чувствуете по ту сторону монитора но здесь немного прохладно поэтому время проявления наверное немножко увеличится потому что температура понижен немного у проявителя и соответственно реакция протекает медленнее вот прозвенел звонок сигнал того что две минуты прошли но я не вижу ничего зазорного подержать чуть подольше потому что почему бы и нет пусть подольше подержится в принципе можно на глаз прямо проявлять но не рекомендуется потому что все таки в прекрасном свете плохо видно изображение у нас конечно со стороны кажется что все хорошо видно но на самом деле нет все выглядит как намного контрастнее чем она является вот в детали в белом появились все можно доставать мы берем вот так вот делаем трясем чтобы весь проявитель стекал по максимуму то что его надо экономить да и незачем ему в стоп растворе как бы быть и перемещаем в стоп раствор чтобы остановить реакцию вот вот у нас стоп растворе фотка купается пусть покупается подольше я надеваю вторую перчатку правую потому что левый уже нельзя туда ссуваться потому что он в проявителе и все в принципе также берем также его трясем после стоп раствора можно снимок класть прямо в фиксаж без каких-либо зазрений совести потому что среда у них одинаковая кислотная и фиксажу ничего не будет от стоп раствора для этого он в принципе и предназначен чтобы после него от стоп раствора фиксаж и высылать вот так вот здесь есть пинцетик надо постоянно вот так вот уголки ему вниз вать чтобы он равномерно фиксировался вот так вот тоже не забываем перемешивать вот так ну все ждем несколько минут и смотрим что получилось также можно просто иногда переворачивать эмульсии вниз для лучшего фиксирования потому что снимок все-таки всплывает потихонечку и эмульсия как бы поднимается вверх и там просто на воздухе висит если не уследить то зафиксируется плохо поэтому лучше когда фиксируете все-таки иногда вниз помещать эмульсии потому что так надежнее ну это лично мое мнение я думаю со мной многие солидарные будут запечатает в принципе за место кювет таких как у меня вот советских хорошие кюветы прям мне очень нравится можно использовать контейнеры для вещей такие пластмассовые прозрачные они тоже подойдут в принципе но кюветы лучше конечно же удобнее ну и не скупитесь на хорошие щипцы потому что это гарантия удобства того что отпечаток не повредится конечно можно работать в перчатках или просто тупо голыми руками но голыми руками в химию я вам не рекомендую уссуваться потому что химические ожоги все-таки случаются иногда у меня неоднократно были потому что мне было лень надеть перчатки берегите руки и одежду у меня фиксаж старенький поэтому фиксировать его долго но если он новый то буквально пару минут две ну смотря сколько производитель рекомендует ну как правило 3-4 минуты фиксирования это в принципе вот так такие времени все зафиксировали включаем свет и смотрим что получилось теперь нужно посмотреть получше окно в принципе хорошо пропечаталась стена тоже отлично в принципе отпечаток годный как бы в принципе получилось все с первого раза вообще отлично так что не скупитесь вот на тестовые отпечатки потому что чем больше вы их сделаете тем увереннее получится отпечаток у вас как бы тут в принципе не сложно было потому что несколько зон всего одна зона вторая третья и четвертая так не сложно но бывает отпечатки сложнее намного здесь все таки повезло все отлично поэтому еще раз говорю то что лучше делать таких штук побольше чтобы быть уверенным и после того как вы уверены то что все отлично только тогда печатайте потому что все таки лучше испортить много таких маленьких чем целый лист и ну и предпоследнее что нужно сделать фотографии которые вы только что напечатали отфиксировали это естественно ее промыть и причем хорошенько желатиновые отпечатки промываются как минимум час это конечно не экономно довольно таки потому что целый час вода должна течь по отпечатке но в моем случае это скважина поэтому грубо говоря вода у меня бесконечная и бесплатная вот но не скупитесь на промывку потому что от этого зависит сохранность фотографии в будущем потому что всю фимию нужно вымыть из фотографии она может со временем негативно сказаться на ней то есть она может пожелтеть забуреть или еще не дай бог чего вот можно промывать все фотографии просто в кюветах тех же самых которых вы напечатали то есть грубо говоря кладете к кювету немножко под углом чтобы вода стекала вниз кладете туда душ и направляете его на фотографии он промывает все как видите естественно нужно иногда фотографию переворачивать чтобы равномерно все промылось потому что в этом случае вот здесь промывка не совсем такая как и здесь здесь она очень хорошая но не здесь но это такой метод ничего не поделаешь можно так же просто взять кран и чтобы вода просто текла вниз на отпечаток то есть говоря просто вот так вот рассредорачивать ну мне вот этот метод больше нравится он более удобный вот желатиновые отпечатки такой как этот я уже говорил что нужно промывать минимум час под проточной водой а бумагу на пластиковой основе можно промывать от 10 до 20 минут то есть в принципе не так-то много можно ее просто под душем подержать пластикую бумагу и все ну а желатиновую придется ждать сейчас ну все ждем пока промоется ну все прошел час нужно выключить воду бумага промылась это конечно долгое занятие но необходимое потому что иначе ваш отпечаток тупо не выживет все теперь осталось его просто напросто высушить и все готовая фотография ну и вот вымытый от фиксажа и прочих химии отпечаток отправляется на сушку можно сушить его на белевых веревках таких специальных натянутых при помощи незамысловатых прищепок для белья можно также сушить просто положив на какую-нибудь ровную чистую поверхность так он сохнет два раза дольше поэтому я люблю все таки его вывешивать потому что так быстрее ну и естественно снизу прикрепить грузики потому что при сушке бумага она скукоживается то есть вот так вот и поэтому грузики они не бывают лишними потому что он будет более-менее ровным при таком раскладе ну и я люблю вешать их вертикально потому что если повесить горизонтально то следов от прищепок будет больше за ночь она должна высохнуть и можно уже на утро посмотреть что получится ну собственно на следующий день фотография полностью высохла я немножко завернула можете видеть вот как-то так но это ничего страшного в принципе она со временем должна выпрямиться вот давайте посмотрим что же в итоге получилось так придавим ну собственно вот фотография высохла в принципе все отлично напечаталась ничего не пересвечено кроме этой области но так как там очень яркий свет это допустимо и персонаж хорошо проработан он хоть и темный но светлее его не сделать потому что он на эмульсии пленки уже такой темный ну и все детали как бы сохранены все отлично резкость тоже нормальная рамки ровные все в принципе фотография готова можно для пущей уверенности засунуть ее под книгу какую-нибудь большую просто ставите книгу и на месяц на месяц два она там должна полежать и по идее вот эта вот неровность она должна постепенно разгладиться но это дело не быстрое поэтому придется подождать немножко и вот то что я говорил про следы от прищепок вот они все же остаются потому что все таки ничего не поделаешь также можно просто взять лишний отрезать канцелярским ножом и повесить на стену вот видите у бумаги есть фактура ее также можно заглинцевать если у вас есть хороший глинцеватель но пользоваться глинцевателями из Советского союза я вам не рекомендую все-таки о них плохие ходят слухи лучше накопить на хороший импортный мне в принципе фактура бумаги и так нравится потому что добавляет интереса немного я их не глинцую оставляю так мне блеск и так нравится перламутровый блеск в принципе и так мне кажется красиво так что дело ваше глинцевателя нет это личные предпочтения для каждого фотографа в принципе вот так происходит фотопечать в принципе ничего сложного назначено просто немножко терпения времени скилла и в принципе получаются отличные фотографии к тому же аналоговая фотография все еще жива и просветает и это в принципе прикольное хобби я вам рекомендую попробовать если вы снимаете на пыленку то это самое то надеюсь этот ролик был вам полезен так что комментируйте ставьте лайки и всем пока и